И точно! Закупите! Надя и Нюра смотрят мультик про Машу и медведей. У 10-летней шимпанзе он самый любимый. Да и в целом новым технологиям она не чужда. Мартышка и очки над этим забавлялись ранее. А шимпанзе и смартфону прямо уважение вызывают. Она видео смотрит, фотографии, она узнает, где я там. Почему она честно знает, где эта стрелочка, вот, да, на видео она листает фотографии. Месяц назад Нюра переехала в зоопарк, но только сегодня ее разрешили снимать. Все это время она адаптировалась на новом месте. Камера, правда, побаивается, хотя публику любит. Цирковая артистка все-таки. Ну, артистка, вот, но так вот сложилось, что она выросла. И в момент транспортировки, к сожалению, просто она, ну, реально, видите, не маленькое животное. И перевозить ее очень сложно просто стало. То есть и ей неудобно, и дискомфорт, и условия такие не очень хорошие. Вот, и как бы пришлось, ну, у меня не представляет, что вы ее, наверное, отдали. Это такое косотое для нее. Вместе барышни как раз и выступали, и жили. Но в последнее время шимпанзе перевезли в загородный дом, куда особо не наездишься. Вот и решили пристроить любимицу в зоопарк на пенсию. Здесь она единственный представитель своего вида. Да и Надя теперь ее каждый день навещать может. Играют, рисуют, маникюром занимаются. Вообще, говорят Нюра, настоящая женщина, чистюля и хозяюшка. Умывается влажными салфетками, чистит зубы щеткой, даже окна моет. Жаль при нас демонстрировать все это, она отказалась. Застенчивая барышня. Срусливая дама, там у нас видит паука или муху, там она ругается, зовет меня, уу, убери. То есть такая она принцесса у нас. Принцесса, но может скорее царица. Ведь Нюра грузинского происхождения, она родилась в тбилисском зоопарке. Не знаем, как насчет грузинского языка, но такое впечатление, что русский она понимает прекрасно. Ну вот как ребенок, она была очень маленькая, и пока она росла, то есть мы ей говорили, иди ко мне сюда, то есть она как привыкала к словам. Мне кажется, она вообще все понимает, просто говорить не может. Вот сама еще могла сказать. И то, мы уже как язык жестов выучили. Я четко знаю, когда она хочет пить, когда ей что-то болит, когда она плохо себя чувствует, когда она веселая, когда она грустная, когда она злая, когда раздраженная. У ее вольера всегда много людей. Забавную умную Нюру уже полюбили и посетители, и сотрудники зоопарка. Ее постоянно навещают гости из прошлой цирковой жизни. Ну а когда остается одна, то включают музыку по радио, чтобы не скучала без публики. Ведь артистки бывшими не бывают. Ирина Живаева, Сергей Лукашев, агентство Минск новости.